Итак, первое, что я попрошу вас сделать, это вообще сказать, слышно ли меня, и я все-таки попрошу вас сказать, включить микрофон и сказать, да, слышно или нет, не слышно, чтобы я понимала, будет ли у нас с вами взаимодействие. Здорово, все хорошо. Я передаю слово нашим наставникам. Сегодня у нас с вами вебинар про финансы. Сегодня будем с вами учиться определять точку прибыли, считать прибыль. И все-все самое интересное, что связано с деньгами, будет сегодня. Итак, дорогие наставники, передаю вам слово, пожалуйста, представьтесь. Давайте проведем вебинар просто на 100 и 100. Добрый день. Сегодня буду вести первую часть нашего вебинара, что касается именно стратегического менеджмента. В рамках своей презентации несколько слов скажу о себе, поэтому я готова начинать. Татьяна, вы рекомендуйте. Если моя коллега, с кем мы сегодня проводим после ее краткого спича, можно включать мою презентацию. Мы готовы. Я коротко представлюсь. Меня зовут Шатохина Юлия. Я работаю бизнес-тренером в инфраструктуре поддержки бизнеса. Развиваю свой консалтинговый проект. Являюсь кандидатом экономических наук и предприниматель. Сегодня буду рассказывать вам как раз о практических инструментах. И на примере конкретного кейса мы разберем, как рассчитать точку безубыточности и получить те самые волшебные инструменты для быстрого принятия управленческих решений. Моя часть выступления вторая. Анастасия, тогда я думаю, мы с вами можем начинать. Презентация видна. Давайте начинаем. Ну тогда мы начинаем. Итак, уважаемые коллеги, я попрошу единственное, что Анну говорит в следующий слайд, переключать презентацию. Сегодня мы с вами проговорим важную составляющую вашего проекта, вашего бизнеса. Помимо того, что его непосредственно нужно упаковать, мы должны с вами проговорить еще про стратегию. Все ли понимают, что это такое, как она связана с целями, как она связана с задачами. И самое главное, как она вообще связана с менеджментом. Все ли из вас понимают, что это такое. Суть лежит в том, что мы с вами попробуем ответить на вопрос, а сегодня моей задачей является предоставить вам эту информацию. Сколько в итоге хотим зарабатывать мы, как идейные вдохновители проекта, и сколько готовы платить за это клиенты, наша целевая аудитория. Можно, Анна, уважаемая, следующий слайд. Как обещала, немножечко вкратце о себе, как и моя коллега, которая будет с вами сегодня вторую часть вебинара. Я также являюсь кандидатом экономических наук. Меня зовут Королева Анастасия Валерьевна. Я являюсь директором фонда поддержки в районе Минградской области, который входит во весь спектр мой бизнес. Действующий предприниматель, региональный тренер по некоторым программам, которые входят в перечень рекомендованных Министерством экономического развития. Следующий слайд. Анна, спасибо. Следующий слайд. Итак, в чем же у нас суть формирования ценовой политики? Прежде всего, вы должны понять для себя суть маркетинга. Многие из вас понимают маркетинг, у кого в зависимости какой опыт был, у кого-то больше практического, у кого-то больше понятийного аппарата, теоретического аспекта. Но самое главное, вам необходимо понимать суть, что маркетинг это является не просто продвижение рекламы. А как мы когда-то, кто-то слышал, кто-то учил, все-таки состоит из четырех основных показателей, 4П. И одним из важных моментов понимания – это удовлетворение потребностей нашей целевой аудитории. Но чтобы удовлетворить, неважно, каким бизнесом вы занимаетесь, предоставлением услуг, либо производством какого-либо товара, либо перечня набора, спектра, понять, в чем же запрос нужды, потребности и каков он есть по себе. И предлагаю вам ознакомиться, чтобы понять для себя и, может быть, почерпнуть какие-то новые знания на примере стакана воды. Мне очень нравится этот пример, когда-то я его услышала, буду часто на обучении. Смотрите, когда ваша целевая аудитория нуждается в чем-то, допустим, как мы, мы нуждаемся в воде, мы хотим попить. Здесь мы должны четко понимать, что это нужда, как и у ваших клиентов. Соответственно, дальше мы должны понимать потребность вашего клиента. На примере воды, какую воду мы хотим, газированную или не газированную. Ну и чтобы выразить это все в оцифровку, по показателям, сколько готовы клиенты за товар, либо услугу платить в конкретный период времени, это и есть запрос. То есть на примере воды, сколько мы готовы заплатить за эту воду в конкретный момент времени, потому что у нас есть нужда и потребность, допустим, в базированной воде. Можно следующий слайд, Анна? Спасибо. Соответственно, говоря далее, развивая вот эту тему сюда, мы приходим и отвечаем на конкретные вопросы. То есть какой продукт, либо услугу мы с вами пытаемся продать, реализовать. То есть мы должны полностью предоставить все описание, свойства, характеристики, как выглядит, до детализации. Дальше мы должны с вами определиться, кому мы будем все-таки продавать тот товар или услугу. И здесь мы, конечно, должны полностью понимать, что при нашей телевой аудитории. Как продавать? Здесь мы должны непосредственно ответить на вопрос, какой канал продвижения мы будем использовать в конкретном нашем случае. Многие из вас в проектах сейчас участвуют именно на маркетплейсах, да, потому что у вас непосредственно такой товар либо услуга. Соответственно, кому-то непосредственно необходимы офисы продаж, то есть разные каналы. И вы должны четко понимать, куда ваша целевая аудитория придет, да, чтобы утворить их потребности, чтобы ваш средний чек, он был максимально высок. И, конечно, какую проблему решает ваш продукт. Здесь необходимо понять, является ли ваш продукт по системе иерархии необходимым для жизни человека, либо второстепенным, который улучшает качество жизни. И тут мы с вами переходим к формату продукт или услуга у вас либо масс-маркета, да, либо уже непосредственно носят другой индивидуальный подход. Основая категория здесь должна формироваться, конечно, по другому способу. Следующий слайд, пожалуйста, Анна. Что касается нашего плана. Когда у вас есть определенная аналитика, скажем так, первостепенная на основе проделанного мониторинга, здесь вы выходите в схематичную позицию, в оцифрование тех данных, которые вы уже имеете на данный момент. И изначально у вас получается формирование идеи. Дальше вы можете написать тот план и алгоритм развития вашей идеи, проекта, как вы его видите. И, конечно, изучив потребности клиентов, да, то есть куда они будут приходить, каким образом им удобнее покупать, как они представляют этот продукт, есть ли аналоги у вас, конкуренты и так далее. Соответственно, вы изучаете рынок, в том числе конкурентов, как прямых конкурентов, так и косвенных конкурентов, то есть действующих и плюс также потенциальных. И формируется общая некая концепция плана, который, в принципе, многие экономисты справедливо будут называть маркетинговым планом. Из этого мы с вами видим некую такую составляющую, то есть продукта, клиентов, именно непосредственно с точки зрения нужды клиентов. И также у нас есть четкое понимание о конкурентах. Следующий слайд. Самое главное, когда мы с вами говорим про продажи, непосредственно которые делают нашу выручку, делают наш оборот, мы возвращаемся всегда с вами к ценовой политике, да, именно к цене. И здесь важно изучить, и не только с точки зрения пилотного запуска вашего бизнеса, многие из вас начинают и становятся предпринимателем, начинают свой путь именно с практики, да, бессистемно, просто потому что есть какой-то опыт, есть амбиции, есть желания, есть связь с информацией, а может быть у кого-то и ресурсы есть, и у них все идет хорошо. Это позитивный сценарий развития. Кто-то из вас пробует сначала делать все системно, это может быть чуть дольше, но более надежно, да, с точки зрения просчета всех моментов, с точки зрения риска, как свод анализа, да, там есть сезонность, нет сезонности, а если нет денежных каких-то инвестиций, всех ассигнований, если у вас меры поддержки, то здесь идет уже аналитика. То есть смотря какой путь вы выбираете, но мне кажется, в настоящее время, не мое субъективное время, мнение, что в настоящее время мы с вами должны пользоваться теми бесплатными ресурсами, которые предоставляются вам в качестве знаний и обучения, на которые у вас есть возможности время. Что касается ценовой категории, здесь мы возвращаемся к тому, сколько готовы заплатить потенциальные покупатели, и эту информацию вы можете изучить непосредственно, как у аналогов присутствуют, да, на рынке, то есть посмотреть, по какой цене больше ваша клиентура, ваши потенциальные потребители покупают аналогичный товар либо пользуются аналогичной услугой. Также, если нету конкурентов, то примерно, ну здесь, конечно, у вас выигрышная позиция, вы можете войти на рынок, если на новый рынок, либо имеющийся, да, на стадии монополиста, конечно, вы диктуете свои условия. Но если мы говорим уже о действующем рынке, то и о действующих товарах и услугах, тогда вам информация эта может быть предоставлена из открытых источников. Цена конкурентов. Здесь вы четко должны понимать, какие цены конкурентов, какая у них политика, демпингуют они, то есть занижают цену, либо есть у них какие-то скидочные моменты. Этой информацией также необходимо обладать. И, конечно, калькуляция расхода. Здесь я имею в виду непосредственно, сколько затрат вы осуществляете на производство либо предоставление одного, одной единицы товара, либо одного вида услуг. Это все, это логистика, это себестоимость, это накладные, это как-то все, что посредственно вам необходимо, чтобы вот этот товар, либо услуга, она имела место быть. И дальше, основываясь на принципах ценообразования, вы уже делаете непосредственную такую аналитику по оцифровке показателей. И понимаете, что цена должна покрыть, конечно, все затраты на производство продукта или услуги и принести достаточную прибыль, чтобы у вас еще осталось как минимум, с точки зрения финансовой аналитики, помимо чистой прибыли, но еще 10% на постоянной основе вложений в ваш проект, чтобы его развивать. То есть, когда вы идете по пути капитализации вашего проекта. И второй момент, эта цена должна быть доступна целевому покупателю. То есть, если, допустим, у вас товар либо услуга, они хороши, вы понимаете, что на рынке сейчас ценовая категория не удовлетворяющая вашей калькуляции расходов. То есть, проще говоря, цена не та, которая вас обрадует. То есть, вы выходите, допустим, не на VIP-линейку, а вы выходите на масс-маркет, и тогда у вас есть некоторые другие методы, допустим, как увеличение объема за счет привлечения других категорий целевой аудитории, чтобы вам непосредственно достигнут той выручки, которую вы изначально себе отметили. И цена должна быть конкурентоспособной. Если вы ее слишком завышаете, то вы должны, это имеет место быть, вы предприниматели, соответственно, вы должны понимать, что такой путь развития он имеет, скажем так, право на существование. Но здесь вы должны четко показать, за счет чего вы имеете право держать такую высокую цену. И здесь мы говорим опять о маркетинге, мы говорим о той составляющей с точки зрения рекламы и подвижения. То есть, вы должны объяснить вашей целевой аудитории, что да, это стоит дорого, но туда входит такой-то пункт, такой-такой. Допустим, не знаю, быстрая доставка, упаковка, качество, гарантии, не знаю, бренд, имидж. То есть, вы должны прозрачно абсолютно рассказать, из чего складывается эта цена. Сейчас 21 век, и у нас целевая аудитория, она достаточно грамотна. И когда с ней работают в рамках прозрачности, то есть, вы не скрываете, все прекрасно понимают, что есть наценка, все прекрасно понимают, даже какая это наценка в процентном соотношении. Все понимают, что есть надбавки и прибыль, которую вы, как предприниматели, получаете. И это ни в коем случае не, скажем так, не отстраняет от вас целевую аудиторию. Но вопрос остается в честности вашей позиции. То есть, вы говорите, да, я на это потратил очень много времени. Допустим, я учился, я разрабатывал, у нас отличные там офисы продаж, или у нас классно представлена продукция, допустим, даже если только в Инстаграме, у нас очень грамотно разработан контент, мы вкладываемся в рекламу, у нас какие-то фишки, бонусы. То есть, вы должны аргументировать. Если цена наоборот, в другой случае у вас слишком она занижена, вы постоянно демпингуете, то здесь вы рискуете просто уйти в минус. Хорошо, если в ноль. В минус это совсем, мне кажется, не та история. Либо есть варианты, как, допустим, частный случай, вы выходите на существующий рынок, допустим, на масс-маркет, и вы хотите привлечь к себе аудиторию, выбираете метод демпингования. То есть, вы ставите цену ниже, чем рыночная цена. Конечно, к вам на первой стадии придут клиенты, придет их достаточно много, но потом вы, понимая, что вам нужно как-то выживать, вы начинаете ее увеличивать до рыночной стоимости, а то еще и увеличивать. И вот здесь вы должны либо четко понимать стратегически, как вам удержать клиента, за счет чего, потому что есть клиенты, которые перейдут обратно к тем поставщикам, у которых они приобретали товар или услугу, и малый процент останется у вас. Поэтому сейчас методика, Анна, можно следующий слайд? Все вот эти принципы, о которых я вам рассказала, они переходят в методы ценообразования. И вот сейчас я вам расскажу про несколько четырех методов, но на самом деле сейчас работают в совокупности, когда вы используете все одновременно. То есть это и затратный метод, когда вы абсолютно четко понимаете, сколько у вас затрат, сколько у вас расходов на произведение товара либо услуги, вы ориентируетесь на спрос, вы понимаете, сколько готовы платить клиенты. Дальше у вас третья цифра идет, вы ориентируетесь на конкурентов, если это существующий рынок, вы не монополист, и вы понимаете, сколько за это предлагают ваши конкуренты. И четвертая цифра – это если у вас новый уникальный продукт, либо уже имеющийся продукт, но у вас есть какая-то там фишка, допустим, какая-то клевая упаковка, либо доставка, на примере скажу, доставка какой-то продукции, особенно детского ассортимента, не просто банально к курьерам, а курьером, допустим, и вы выбираете курьера как, не знаю, из какого-то мультика героя, который он переодет. То есть если у вас есть какой-то плюс, какая-то уникальность, вы тоже можете за это делать надбавку и раскручивать, но эти фишки должны быть раскручены и прозначены до целевого потребителя. Поэтому, используя все вот эти три цифры и плюс четвертая под вопросом, у вас формируется некая ценовая такая политика, прям компания ценовой политики, и которая дальше переходит в увеличение жива и вашей организации объема продаж. Можно следующий слайд, Анна, пожалуйста. Ну, здесь немножечко риторики, даже без нее, да, здесь мы поговорим с вами непосредственно про стратегию и план развития. То есть донесу до вас мысль, что многие из вас, уже в начале говорила, начинают действовать, работать, знаете, как у нас, вот кто, может быть, ездил за границу, у кого разный опыт, я, к сожалению, не знаю вас всех, может быть, когда-нибудь познакомимся, у нас очень принято в Российской Федерации делать так, да, ну, говорится, пойдем, а там уже будет видно, что из этого получится, будем по ходу разбираться. В каких-то ситуациях, наверное, это правильно, это верно, но в ситуации, если вы хотите все-таки, чтобы у вас уже не пилотный был проект, а бизнес, который четко будет стоять на ногах, и когда вы будете независимы, и оборот у вас будет идти по грамотному развитию с точки зрения, да, финансового менеджмента, миллионы и миллиарды, да, а не, как я говорю, нано-бизнес, а не микробизнес, да, там 10, 20, 100 тысяч рублей, там полмиллиона, миллион, конечно, это цифры очень маленькие, то есть если вы стремитесь все-таки войти и занять, и работать в той сфере, которая занимает приличную долю рынка по всей Российской Федерации, вот именно вот в эти сферы, то вы должны четко понимать, что если вы изначально неправильно выстроите ваш план, а дальше разработаете неверно стратегию, не будете четко понимать, и ваша система не будет способна адаптироваться к тем современным реалиям, которые существуют, и тенденции, которые вносят коррективы в нашу жизнь, если вы не сможете работать с рисками, то здесь, конечно, простите меня, ну, нужно будет что-то пересматривать кардинально, что потребует как ресурсов, как времени в том числе, как и денег, чтобы это все как-то изменить. Ну, и тут возвращаюсь к Кирпену Гёте, который сказал, кто неправильно застегнул первую пуговицу, уже не застегнется как следует, ну, это дословно. Можно следующий слайд, пожалуйста, Анна. Теперь давайте более конкретно поговорим по стратегическому менеджменту. Вот здесь на слайде показан некий такой график схематичный, который, в принципе, является основой и показывает вот этот разрыв между стратегическими планами и их реализацией. Мы очень много с вами фантазируем, очень много хотим, и мы забываем, когда разрабатываем с вами вообще план, что бывает негативный сценарий развития вашего бизнеса, увеличение объема продаж, выручки и так далее, бывает реалистичный, а бывает позитивный. Проще говоря, если совсем не углубляться, не углубляться, то нужно, конечно, просчитывать четко негативный сценарий, позитивный сценарий развития, грубо делим на два, вот нам получается реалистичный формат развития вашего бизнеса. Если серьезно, то здесь мы видим некий такой стратегический люк, то есть это разрыв между стратегическим планом и потенциалом организации. Многие зачастую делают огромную ошибку среди предпринимательского сообщества, учитывая, что к нам лично, в нашу организацию, мой бизнес, где являюсь директором, приходят разные бизнесы, нано-бизнес, микро-бизнес, и средний, крупный к нам не приходят, потому что у нас меры поддержки в основном направлены на перечисленные выше сферы, то путают, очень много путают потенциал организации вашей компании, на что вы сейчас способны и в перспективе года 3, 5, 7, 10 лет и стратегию. То есть вы не учитываете риски, не учитываете, не просчитываете их, не понимаете, как их превратить в плюсы. У вас из-за этого, как говорится, уже идет неправильная аналитика, и поэтому получается такой некий люк, и с каждым месяцем, с каждым годом, он у вас увеличивается, и потом вы не понимаете, почему там проекты, вот казалось бы, все просчитано, приходится прибегать к займам, приходится прибегать к инвесторам, бизнес-ангелам, не просто потому, что увеличить капитализацию, что-то возместить, а просто чтобы выжить. Вот если это второй вариант, чтобы выжить, то здесь надо к первоисточнику обратиться, к вашему мозговому штурму, кто у вас в команде, вы один, либо вас уже несколько, и посмотреть, что же было неправильно, и проанализировать. Можно следующий слайд, пожалуйста? Да, спасибо. Итак, здесь мы переходим к некоторой такой детализации того, что я сказала на предыдущей схеме. Это разработка и реализация. Что это значит? Здесь мы видим одну стрелочку вверх, одну стрелочку вниз. Вверх – это у нас путь реализации, а путь разработки у нас идет от обратного. То есть сначала мы с вами продумываем на стадии именно планирования, какие компетенции нам понадобятся. Проще говоря, что мы умеем, чем мы обладаем, и всего ли нам хватает, чтобы дальше фантазировать. Дальше как мы это сделаем. И расписывать здесь нужно конкретно, пошагово, все детально. И как бы я думаю, что многие из вас знают, что есть такая схема, многие называют древом бизнеса, многие называют там карты, по-английски, по-русски, неважно, mind map, кто-то слышал, кто-то рисует на листке бумаги, кто-то в компьютере, кто-то со специальными программами работает. Здесь вы четко должны себе схематично прорисовать, какие у вас вообще цели, укрупненные вашего проекта. Дальше, следующий столбец, мы с вами определяемся задачей, то есть по каждой цели мы расписываем задачу. Неважно, в какой иерархичном порядке они будут, допустим, если мы с нуля, кто-то из вас с нуля, кто-то уже действующий, в основном все действующие уже предприниматели, в любом качестве, зарегистрированные, соответственно, вы должны понимать, допустим, сейчас на стадии мне нужна реклама, то есть я хочу стать узнаваемым, вы пишете, создать Инстаграм, либо Инстаграм уже есть страничка, развить, улучшить контент, нанять человека, то есть у вас есть цель, вы хотите заняться продвижением, и вы вот эту вашу пиар-компанию, вы ее расписываете по задаче. Дальше, напротив каждой задачи, третий столбец, вы пишете, кто ответственный, не Маша, Петя, или я, 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 и везде я, и снова я, нет, вы пишете по профессиям, кто должен заниматься непосредственно вот этой задачей, вообще в априоре, ну, понятно, что, да, там реклама, если вы поставите маркетолога, ну, наверное, да, но мне кажется, можно подумать получше, либо экономиста, вообще нету сферу, да, то есть здесь вы пишете профессию, дальше вы пишете, следующий столбец, это бюджет, сколько денег нужно, конечно, вы пишете сроки, следующий столбец, и дальше вы уже делаете, чтобы на будущую аналитику, план, факт, то есть сколько по плану, по плану вы запланировали, да, кто ответственный, а кто по факту, кто по факту выполнял, и какие вообще у них, как бы там, должностные инструкции, либо вообще, кто это за человек, может быть, вам стоит нанять, а может быть, не нужно нанимать, да, уложились ли вы в тот срок, который написали, и уложились вы в тот бюджет, смету, если нет, то пишите обязательно, почему, это такая аналитическая сводная информация, которую, если бы вы вели, либо ведете, или вы будете вести в первые ваши годы становления, обычно это три года, то дальше, скажем так, у вас это будет такая некая шпаргалка, и вам даже стратегию нужно разрабатывать, все еще на виду, то есть какие вам необходимы сотрудники, какие должности, какие профессии, сколько денег, что получилось, в какие сроки, где нужно увеличить сроки, где уменьшить, где нужно обрезать смету, а где можно обойтись, самому что-то сделать, а где наоборот нанять человека, то есть это ваше такое древо, ваш план всего вашего бизнеса, это, конечно, не очень приятно этим заниматься, потому что это все время, это все, скажем так, не основная ваша деятельность, все побежали, все сделали, купили, подали и так далее, здесь, ну это система, это система, без которой вам, возвращаясь к началу своего, скажем так, монолога сегодня, теоретического вебинара, это, конечно, ну является базой для дальнейшего развития. Дальше мы с вами переходим, что и кому нужно для этого продать, проще говоря, какие ваши контрагенты, непосредственно, кто с вами будет сотрудничать, либо у вас рынок B2G, то есть бизнес to government, когда мы работаем непосредственно с государством, тогда вы должны понимать, хватает ли вам опять компетенции для этого, допустим, вы хотите участвовать в торгах, есть ли у вас вся документация, и опять вы ставите задачу, цель, задача, ответственность и так далее. А если это B2B, да, бизнес to business, вы работаете с предпринимательским сообществом, да, это другая история. Если вы работаете B2C, бизнес to customer, тогда вы должны понимать, что вы работаете с физическими лицами, либо вы работаете со всеми вместе. То есть здесь четкая декомпозиция вашего, в принципе, проекта. И, конечно, в чьей стадии, это сколько мы хотим зарабатывать. Это, мне кажется, самая приятная часть, написать себе оптимистичный план, вот, и по нему работать. Но, опять же, мы возвращаемся, что это путь разработки, а путь реализации, да, у нас идет немножечко наоборот. Следующий слайд, Анна, пожалуйста. Спасибо. Тут мы переходим к вам, с вами к персоналу, кадровый голод и так далее, тому подобное, да. Может быть, многие из вас сталкивались, особенно в малом бизнесе, простите, нанобизнес, мне нравится это очень выражение, устоявшееся. Здесь мы сталкиваемся с этой проблемой, здесь очень хорошо просто изучить задачи. Вот у вас есть древо, да, вашего проекта, и здесь мы должны понимать, вообще, какие профессии нам нужны, вообще, какие люди нам нужны в команде. И если у вас там написано, маркетолог, 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 то есть человек, допустим, занимается непосредственно вот этой сферой, либо экономист, либо администратор, либо продажник, да, то есть вы понимаете, во-первых, не только профессии, но и сколько человек нам необходимо, да, потому что есть очень много задач, понимаете, что один человек с этим не справится, либо справится плохо. Здесь в персонале мы, конечно, с вами говорим про TPI, то есть когда мы вырабатываем с вами, разрабатываем стратегию, сначала человек работает по окладу, допустим, да, и мы ему делаем какую-то бонусную часть, либо он работает по дедлайну, то есть здесь четко вам нужно тоже по каждой задаче прописать все с точки зрения персонала, и у вас сразу отпадет, да, как писать там ту вакансию, которую вам нужно, где вообще ее размещать, потому что вы будете понимать, к какому результату должен прийти ваш коллега-сотрудник, и непосредственно исходя из этого уже вам четко станет ясно и понятно, что вам нужно, потому что зачастую, когда у нас идут проблемы с персоналом, вообще проблема идет в нас, в самих, в руководителей, то есть либо мы неправильно поставили задачу, а потом удивляемся, почему же он нам ее не делает, да, то есть мы неправильно что-то донесли, либо мы взяли не того человека, который нам был нужен, поэтому и здесь тоже два варианта, да, либо вы берете хорошего профессионала, но вы понимаете, что ему нужно будет платить, и есть формат того, то, что человек в силу своих уже именищихся опыта и амбиций, регалий будет вам еще и пытаться говорить, как правильно сделать, это тоже нужно понимать, либо вы берете, я вот всегда придерживаюсь этого способа, я беру человека, вообще не из этой сферы, нет, ну понятно, не совсем, да, хоть что-то должно быть с точки зрения базового образования, и мне проще обучить, то есть мне проще сделать человека, который мне нужен для исполнения конкретно должностных обязанностей, соответственно, сама научила, если что-то не нравится, все претензии, кому в голове, поэтому вот здесь, когда есть команда надежная, которая работает так, как тебе нужно, легче изначально уже этот момент продумать, и с точки зрения персонала, мы здесь, конечно, говорим с вами о развитии ключевых компетенций сотрудников, обязательно постоянно нужно учить, обучать, обязательно за счет организации, понятно, что кому-то это дорого, изучайте, пожалуйста, меры поддержки в вашем городе, если они есть, потому что это привязка, где зарегистрирован в ваш бизнес, либо вы как индивидуальный предприниматель, либо самозанятый, есть мой бизнес, бесплатные меры поддержки, финансовые инструменты, которыми вы можете пользоваться, потому что по сертификации очень многих, во многих городах Российской Федерации возвращают денежные средства, то есть вы обучаете сотрудников, а потом 90% затраты вам возвращаются на вашу организацию. Совершенствование системы мотивации, это мы проговорились с вами, это KPI, и внедрение информационных технологий, обязательно, если это того требует. Недавно была на повышении уровня квалификации от МСП корпорации замечательную сказали фразу, иногда, знаете, фраза, сказанная вскользь, она очень многое как-то выравнивает в вашем понимании проекта и бизнеса. Вот здесь, если вы готовы, скажем так, если у вас есть человек, который сумеет внедрить какую-то информационную технологию, даже, не знаю, CRM-систему, ваш бизнес, тогда внедряйте. У нас зачастую как делают? Ну, это надо, опа, мы купили, контракт заключили, значит, лежит она, лежит, а как этим пользоваться, никто не знает. Ни руководитель, ни команда, и потом начинается, куда бежать. То есть вы должны четко понимать не просто, что вам нужно, во-первых, нужно ли вам это. А здесь понять, нужно, не нужно, вам тоже так же мы обращаемся вот к этой карте, которую вы сами для себя составляете. И если вы понимаете, что какая-то формат информационных технологий либо цифровизация, к которой мы сейчас идем, электронный документный оборот, вам необходим для достижения какой-то цели в рамках декомпозиции с задачей, то подумайте, кто ее будет внедрять. Это очень важно, чтобы вы, приобретая какой-то ресурс дополнительный, вы не просто заплатили деньги, а вы заплатили за то, что будет работать. И за то, что будут понимать не только вы, но и ваши сотрудники. Иначе зачем тогда оплатить денежные средства? Ну и, конечно, команда образования, вот вся эта культура, когда вы ставите, в принципе, четкую иерархию, но у вас есть правила внутри команды, как вы общаетесь, либо у вас есть планерки, либо у вас какие-то выезды, либо какие-то праздники, либо льготы, либо посещение фитнес-клуба, то есть, что-то должно быть, что составляет команда образования, неважно, в какой сфере. Даже в сфере, кто занимается IT, люди достаточно не проверты, им тоже можно сделать бонус. То есть, вы об этом подумайте. Следующий слайд, пожалуйста, Анна. Процессы. Здесь мы говорим о внедрении прогрессивных норм и выработке совершенственной, конечно, организационной структуры. То есть, у вас есть определенная налаженная структура работы вашей организации. Вот здесь нужно также, мы возвращаемся к цифровизации, понимания, какие системы непосредственно нужно внедрять, какие не нужно. Но улучшение условий труда, об этом я, в принципе, проговорила очень подробно на предыдущем сайте, потому что говорю вам, как сказать, не по тексту, а говорю, смотрю презентацию, для меня это всегда поможет, чтобы успеть вам все сказать. И, конечно, когда вообще команда всегда с вами будет с точки зрения верности, как и верных клиентов, то есть, если мы говорим о целевой диеттории, те, кто пользуются вашими товарами или услугами, зачастую, всегда привожу пример Икея. Мне очень нравится, ну, когда еще был жив, да, ну, директор, мне очень нравилось, когда система превращения потенциальных клиентов в верность. Все очень четко, не знаю, может, кто-то тоже замечал этот момент, когда они пришли на российский рынок, они почти три года не повышали цен, да, то есть, здесь очень четко была разработана и сформирована ценовая политика, за счет чего они увеличили объем продаж, соответственно, потенциальные клиенты стали действующими клиентами, и дальше, когда за три года они только увеличили качество, какие-то плюшки, да, какие-то фишки, удобства, изменения, но при этом не возлагали нагрузку финансовую на клиента, эти клиенты автоматически стали верными. Это знаете, как 10 раз если повторять одно и то же, да, там, или убедить себя, то можно, в принципе, многое поверить, даже если это не так. И спустя три года ценовая политика стала увеличиваться, то есть цена стала увеличиваться, не стоимость стала увеличиваться, но от этого клиентов не стало меньше, их постоянно становилось больше. Вот ваша задача такая же, как с точки зрения целевой аудитории, так с точки зрения вашей команды. Это тоже должен быть четко разработанный механизм, как сделать так, чтобы сотрудники при всех рисках, которые есть, оставались с вами. За счет чего? Это не всегда денежный формат и отнюдь не денежный формат. Есть другие мотивирующие факторы, но как-то да. Смотрите наш канал, да, об этом мы поговорим в следующем эфире. Некая такая заманивающая история с моей стороны. На самом деле к персоналу и к мотивации относитесь очень ответственно. сложно постоянно, когда команда меняется, обучать. Это играет роль на продажах, которые у вас будут. Следующий слайд, пожалуйста. Клиенты. Здесь мы с вами проговорим по бренду и репутации на рынке. Очень важно, чтобы вы относились честно к своему бренду. Во-первых, не забывайте про регистрацию, про товарный знак, про логотип, непосредственно про стиль. Может быть, в какой-то момент с промежуточностью раз в три года, раз в пять лет какой-то ребрендинг. То есть, чтобы вас уже знали на рынке, участвуйте в мероприятиях, конференциях, выставках, на маркетплейсах выставляйтесь, странички в социальных сетях и мессенджерах. Делайте, сейчас, ну, принято делать холодные звонки, не потому что они плохие, потому что они работают. Сейчас работает ораторское искусство, убеждение, когда вы общаетесь с человеком. Намного приятнее, когда вы звоните не привлечь человека, а звоните, чтобы спросить обратную связь. Соответственно, понравилось, не сразу, человек купил, сразу, ну что, ты попробовал, что не попробовал, давай попробуй, у меня тут звоночек, у меня сегодня работа до шести, я должен обязательно у тебя узнать обратную связь. Нет, я не про это говорю, привожу пример на личном опыте, два примера. Туристическая сфера, да, когда вы, допустим, поехали куда-то отдыхать, соответственно, вам оказали услугу, напомнили, все замечательно, вы приехали, вы пришли в себя, прошел месяц, вам звонит туристическая компания, говорит, как вам вообще все ли понравилось, были ли какие-то недочеты со стороны наших сотрудников, а что бы вы хотели, а удовлетворяет ли вас цена, то есть, вы с одной стороны уже приехали, да, и вы готовы говорить. Второй пример предоставления, допустим, детских кроваток, да, когда вы приезжаете, там, покупаете какой-то товар, и, допустим, опять же, вам, ну не звонят, а пишут в чате, да, добрый день, там, представители компании с логотипом, скажите, пожалуйста, допустим, замануху, да, не хотели бы вы получить там 15% на следующий товар, если ответите на три вопроса, и по правилам вообще должно быть три вопроса, да, когда вы задаете клиенту, чтобы понять, как вы выглядите в их глазах, первый, это закрытый вопрос, да, то есть, да, нет, ответ, второй момент, это открытый вопрос, когда они могут что-то там написать, слово какое-то, но тоже ограничиться там два-три слова или одно предложение, и третий, это комментарий, и вот здесь очень здорово, то есть, третий вы можете воспользоваться, комментарий, отзыв, то есть, как вы выглядите в глазах, репутация, это очень важно, развитие в новых, вообще новых каких-то сегментах, здесь мы говорим с вами о сезонности, зачастую у многих из вас бывает, что в какой-то период, допустим, летом идут продажи, и наоборот, зимой меньше спад, а кто-то вообще работает, не знаю, только весной или только осенью, здесь вы должны подумать, какой продукт можно внедрить, чтобы у вас не было простое, и некоторая такая, либо линейка, либо товары-субституты, либо какая-то, какая-то сопутствующая история, вот этот момент тоже нужно продумывать, допустим, пример, все пьют кофе, кофейны развитые, да, в один момент все, тенденция, ну, не модно пить кофе, ну, теоретически, представим этот формат, все стали пить чай, не надо закрывать вашу кофейну, поставьте рядом, сделайте ассортимент больше чая, и оставьте маленькую полочку с кофе, да, пройдет 3-5 лет, опять все будут пить кофе, то есть, вот я про это говорю, чтобы адаптироваться, повышение степени доверия, это мы говорим, что вы открыты и честны, вы прозрачны, ничего в этом нету такого, вы не разглашаете какую-то финансовую аналитику или даете доступ к расчетам вашего счета, вы просто предоставляете честно, что вы делаете, как вы делаете, здесь классно работает история в социальных сетях, в инстаграме, в сторис, когда вы показываете, сколько вы тратите время, маленький ролик на 20 секунд, не больше, больше внимания никому не нужно будет, 20 секунд вы показываете, что вы делаете, вы делаете буклет, как вы это разрабатываете, прямо вот кто-то вас снял, вы это отмонтировали, сейчас средства есть все на телефонах, планшетах, и вы выставляете, вот эта прозрачность, она важна, и это вызывает доверие, что вы так же люди, вы так же работаете, вы так же большое внимание уделяете качеству, увеличение количества клиентов, здесь мы говорим обо всем, что я сказала выше, умножаем на 3, и возвращаемся к нашему древу пожеланий вашего проекта. Следующий слайд, Анна, пожалуйста. Ой, я так понимаю по финансам, что мы подходим с вами к завершению моей части. Финансы, ну, без финансов нам никуда, когда мы с вами привлекаем крупные заказы, здесь я имела в виду непосредственно B2G, когда мы работаем, все-таки с вами выходим на какие-то торги, либо мы работаем при крупных клиентах, которые занимают и являются, скажем так, занимают большую часть как контрагент на конкретной сфере. Допустим, если мы говорим про российский рынок. То есть вы должны знать всех ваших крупных рыб в вашей сфере, и может быть, вы чем-то сможете быть им полезны. Потому что зачастую вы что-то делаете быстрее, качественнее, дешевле, нежели они это будут делать своими силами. То есть крупные у нас поставщики товаров, услуг зачастую прибегают к контрагентам в рамках подрядных организаций, которыми вы можете являться вы, чтобы произвести ту или иную какую-то сферу. Вот здесь тоже можно что-то на этом сыграть. Создание новых способов получения доходов. Здесь обязательно нужно проговаривать и изучать с точки зрения, как это работает на других рынках. Я имею в виду не российский рынок, я имею в виду зарубежные страны. Советую вам прямо изучать информацию. Я надеюсь, многие из вас понимают, если не понимают, то из друзей понимают. Залезайте на европейские сайты, смотрите, что там. Много есть аналогов, какие у них плюсы, какие минусы, что вам нравится. Залезайте на рынок вообще наших других континентов. и так далее и тому подобное. Если есть возможность, выезжайте. Если вы пройдете сами путь клиента, как это все идет, это будет намного лучше вам для понимания, ну, ваших сфер. И обязательно пользуйтесь этой возможностью, если есть, допустим, какие-то выставки, особенно в Москве, самые крупные выставки, где вы можете аналогичные товары и услуги посмотреть. Увеличение стоимости бизнеса. Все, все, что вы до этого делаете, это идет капитализация. Поэтому здесь даже останавливаться не буду. Ну и, конечно, увеличение ценностей клиентов. Здесь необходимо реальной истории. И вот эти обратные связи, которые я вам говорила в рамках бонусной части, обязательно двигаться к тому, чтобы это были краткие видеоролики, то есть хоть на 5 секунд, хоть на 7, хоть в формате видео с телефона, хоть в формате стихотворения, хоть чего. То есть должна быть какая-то обратная связь интересная, либо какой-то флешмоб, который вы делаете. То есть плюс к этому хочу добавить важную составляющую, обязательно как только вы выйдете в плюс, небольшую часть отдавайте на благотворительность. Это всегда нужно. Это всегда увеличивает клиентов и ценности клиентов. Это огромное сарафанное радио. Поэтому вот и это привлечение крупных клиентов к вам. Следующий слайд, пожалуйста. Стратегическое мышление. Да, 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 все правильно. Здесь мы с вами говорим тоже схематично, подводя итог тому, что я сказала. Вот посмотрите, у нас есть определенный результат, когда мы с вами все это проделываем, но начинаются они банально с миссии. У любого проекта есть задачи, назовем высоким словом, для чего вообще вы нужны. Начнем с того, нужны ли вообще, но вы занимаетесь бизнесом для чего, как спрашивают. Я занимаюсь, потому что мне это нравится, а если это не нравится никому, а мне не важно. Но это одна история, а если вы все-таки занимаетесь предпринимательским делом, потому что это кому-то нужно, то есть вы решаете какую-то проблему, задачу, то у вас есть хорошие шансы зарабатывать. Дальше видение, да, не платите, кем хотите стать. Это тоже очень важно, прямо нарисовать. есть замечательное обучение как дизайн формат, дизайн мышления, тоже входит в программу Министерства экономического развития, когда они обучают, что вы никогда на самом деле этим не занимались, один раз попробовала, очень много времени занимает, но дельно. Когда вы ручками рисуете свой проект, прямо кто-то из бумаги, кто-то из подручных материалов, прямо вот такой мозговой штурм проходите, это все идет к пути клиента, когда вы понимаете, с какой стадии вы начинаете, к чему вы хотите прийти. План, стратегия и, конечно, дерево наших понимания всего. Приходим к результату, который должен быть у вас, это, конечно, удовлетворенные все ваш топ-менеджмент, довольные клиенты, эффективность процесса, ну и, конечно, мотивированный подготовленный персонаж. Следующий слайд, пожалуйста. ну и в чем разница, на самом деле, хотела немножечко еще один момент, на одном моменте остановиться, в чем разница между малым, малым бизнесом, средним и крупным, малым, давайте, нано-бизнесом, любимое выражение, вы должны определиться изначально, прежде чем вообще разрабатывать весь план, вы должны понять, какой вообще, скажем так, стратегии вы стремитесь и готеете, либо все-таки вы независимы от крупной компании, либо все-таки связаны с какой-то крупной компанией, то есть уже что-то вы изобретаете такое или производите, представляете, что уже есть. Продукт подобен продукту крупной компании, либо оригинальный продукт. Здесь уже разрабатываются определенные стратегии, по какому формату вы идете, это на самом деле очень важно. Нельзя перепрыгнуть, нельзя совместить, у вас всегда какая-то стадия, на первоначальном вы на такой стадии, далее переходите в другой этап и так далее. То есть вот здесь четко разграничения и планы, но изначально вы должны понять, у вас новый рынок, не новый рынок, существующий, вы монополист, либо все-таки вы понимаете, что у вас есть конкурент. И от этого уже нужно исходить во всех смыслах. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и средний и крупный бизнес. Здесь мы видим, что у нас увеличивается количество, набор и качество формата инструментов, которые обычно в нашей связке являются основой для разработки плана и стратегии. Это, конечно, мы здесь очень много должны говорить о рисках, возможностях, угрозах. Это и как вообще на вас кто влияет. И, конечно, такие анализы, как сфот, я думаю, всем известно, сталь, канвас, ВНВ, вы должны все четко понимать, соизмерять, заполнять, прежде чем вообще делать какую-то аналитику и дальше совершенствоваться. И следующий слайд. Да, здесь мы с вами анализируем и подводим итог того, чего я сказала. Прежде чем вы хотите проанализировать уже действующий проект, либо, если вы начинаете с нуля, вам даже будет проще, вы должны понять итога, чем вы обладаете, то есть, чем располагает ваша команда, вы один там или нет, ресурс. Дальше, конечно, вы обязательно должны понять по компетенциям, что есть, что у вас требовано на рынке и требования самого рынка. Далее, конкурентные ваши преимущества, уникальное ваше предложение, в чем, в чем фишка, и дальше уже получается плана, некая стратегия на краткосрочный, долгосрочный период, то есть, как компания будет извлекать прибыль из своих преимуществ. И на этом следующий слайд, пожалуйста, подводя итоги, я хочу вам пожелать все-таки не забывать про систему, не забывать, что необходимо сначала продумывать, пробовать пилотно, а потом уже внедряться на полную мощь, никогда не сдаваться и никогда не отчаиваться, учитывая, что все ваши какие-то, как вы считаете на тот момент минусы, это опыт, опыт может быть как хорошим, так и не очень, но самое главное, чтобы вы делали выводы, и чем больше у вас будет опыта и практики, основанных на теории, тем у вас будет круче у вас бизнес, поэтому, если есть вопросы, я, наверное, спрошу Анну, как мы в этом случае поступаем, либо мы не отвечаем, либо отвечаем уже лично в чате, подскажите, пожалуйста, потому что я вам говорю спасибо, я сегодня постаралась в час рассказать все, что планировала. спасибо спасибо большое, Анастасия, было очень-очень интересное и полезное. Дорогие участники, поставьте, пожалуйста, плюсик, кто нас слышит, кто на связи. Так, Ирина, получили от вас обратную связь, Николай, Алексей. Все, все очень круто. Ребята, у кого-то есть вопросы? Если да, мы с удовольствием ответим на все. Если нет, то будем двигаться дальше. Анастасия, большое спасибо. Я передаю слово Юлии. Юлия, подскажите сначала один организационный момент. Вы сами будете показывать презентацию? Да, я сама буду показывать презентацию. Как меня слышно? Все замечательно, просто супер. Слышно, видно, да? Ну, тогда вы, наверное, завершите демонстрацию. Мне нужно несколько буквально. Так, у меня есть доступ? Мне показывает, что организатор отключил демонстрацию трана участника. У меня точно есть? у вас есть. да. Сейчас, секунду, без код. Вы с двух устроили, да, сети? Вот сейчас, да. Сейчас. Буквально несколько секунд, я переключу в полной. Ну, напомню, тема нашего сегодняшнего вебинара финансового управления и я взяла для себя тему практико-ориентированный блок, план, как построить план продаж без убытка. Я вначале сам представлялась, но тот, кто подключился чуть позже, представлюсь еще раз. Меня зовут Шатохина Юлия, я предприниматель, сертифицированный тренер корпорации МСП, кандидат экономических наук. И хочу сказать вам, что вы герои, раз вы в 9 часов вечера собрались для того, чтобы послушать такую тяжеловесную и достаточно серьезную тему о финансах, ну, на самом деле очень важную для всех предпринимателей. Поэтому большой вам поклон и давайте начнем работать. я рекомендую вам подготовить листик и ручку, несмотря на то, что у вас, скорее всего, будет эта презентация и будут все задачи, я уже заявила, да, что это практикоориентированный блок, рекомендую все-таки вместе со мной пытаться делать те расчеты, чтобы вы могли весь алгоритм и те инструменты, которые я вам сегодня предложу, попытаться попрактиковать вот в онлайн. Ну, мой первый слайд, по сути, делает ток небольшой того, о чем говорила Анастасия и того вебинара, который проходил у вас по бизнес-процессу, в котором в том числе я участвовала. Есть две основные такие зоны, две боли и две зоны, куда малый бизнес и не только малый направляет свои усилия, это создание продукта, то есть мы генерируем идеи, упаковываем их в продукт и продажи этого продукта. Все остальные процессы обрастают как снежный ком вокруг этих двух задач, этих двух улиц. И четыре блока, мы о них говорили на прошлом вебинаре, где образуются бизнес-процессы. Это блок организация, блок маркетинг, блок технология производства и блок финанс. Видите, стоит воскресательный знак, о нем мы сегодня и будем говорить. Анастасия очень подробно вам показала и связала два таких фундаментальных блока, в которых образуются бизнес-процессы, блок маркетинга и блок финанса со стратегической точки зрения. Мы перемещаемся в блок финансы и я вам дам самые первые, но самые главные инструменты, которые помогут вам принимать быстрые управленческие решения. Не секрет, что причиной закрытия бизнеса почти в 95% случаев является отсутствие финансовой грамотности, финансового плана и его реализации. Это на самом деле очень серьезная боль в бизнесе. Как эта проблема решается? Можно доверить все расчеты бухгалтеру, но не все понимают, что бухгалтер это не тот специалист, который может управлять финансами в бизнесе. У него совсем другие компетенции, другие знания и другая сфера ответственности. Бухгалтер призван верно исчислять прибыль в соответствии с законом о бухгалтерском учете, но не считать ваши деньги. Это совершенно разные инструменты. Второй вариант можно нанять финансового директора, но здесь тоже есть подводный камень, такой хороший специалист стоит достаточно дорого, и малому бизнесу чаще всего это не подсветит. Ну и третий вариант, увидите, я за него, самостоятельно научиться базовым инструментом и держать под контролем ключевые показатели эффективности бизнеса. И прежде чем приступить к этим ключевым показателям, я хочу услышать от вас с точки зрения управления финансов, какие показатели вы считаете ключевыми, зачем нужно следить. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь, я вижу чат, очень важно нам этот момент обсудить. Какие показатели расходы, отлично, какие показатели прибыль вылечка, замечательно, еще какие показатели могут говорить нам о финансовом здоровье бизнесе. Вот мы смотрим на этот показатель и остаток, остаток чего? Бориса, подскажите остаток чего? Что вы имели ввиду? Давайте, друзья, накидайте мне еще варианты. Что еще может говорить нам о финансовом здоровье бизнесе. Остаток денег, отлично, цикл жизни клиента, спасибо, Наталья, Наталья, извините, Никита. Ну, давайте еще 20 секунд, буквально пару ответов, и я двинусь дальше. Процент возврата клиентов, повторные клиенты. Да, естественно, это косвенно влияет на финансовое здоровье, не является прямым финансовым показателем, совершенно верно, подушка безопасности, кассовый разрыв или его отсутствие, да, верно, мы об этом будем сегодня говорить, ну, давайте посмотрим. О финансовом здоровье бизнеса может говорить прибыль и финансовый результат, вы мне об этом сказали, соотношение прибыли и инвестиций, да, вижу тут финансовые показатели, у нас специалисты, отлично, будете мне сегодня помогать. Измене стоимости бизнеса однозначно, вот на последнем слайде Анастасии обозначено как цель, насколько бизнес растет в цене, наличие денежных средств, это то, о чем вы мне сказали, остаток средств и кассовые разрывы, состояние запасов на складе, почему я уточняла, какой остаток вы имеете ввиду, адекватны ли эти запасы, нет ли перезапасов, в каком они состоянии, суммы задолженности, когда мы должны или нам должны, называют в финансовом учете дебиторская и кредиторская задолженность, нам эти термины не нужны сегодня, наличие цены кредитов и займов, потому что любые заемные средства и даже собственные средства предпринимателю стоят денег, ну и конечно состояние оборудования и объем этого оборудования, насколько он релевантен вашим бизнес-процессам. Сегодня я фокусируюсь на прибыли. Сразу скажу, что я не считаю прибыль главным показателем финансового здоровья бизнеса, я голосую за прирост стоимости компании, более того, 10 лет назад я на эту тему защитила кандидатскую диссертацию и я считаю этот показатель ставлю во главу угла ключевым показателем. Но мы с вами будем ориентироваться на прибыль, потому что это то мясо, которое наращивается на скелет и увеличивает в том числе и стоимость нашей компании. Что такое прибыль? С одной стороны все просто, спрашивать у вас не будет, не будет, спрашивать у вас я не буду, но сразу скажу, да, прибыль в общем таком понятии это доходы в форме выручки минус расходы, вот и есть финансовый результат. При управлении финансовыми принято прибыль называть финансовым результатом. Прибыли бывают разные, давайте вы мне набросайте, какие виды прибыли, о каких видах прибыли вы слышали и вообще, чтобы мы понимали и определили сразу, о чем мы говорим. Какие вы знаете виды прибыли? Чисто, отлично, Ирина, спасибо, еще какие варианты? Валовая, да, есть такая, моржа, Игорь, мы будем сегодня о ней говорить, это тоже одна из разновидностей прибыли, совершенно верно, бухгалтерская прибыль, да, есть такая, балансовая, на самом деле вариантов много, операционная прибыль, слышали о такой, прибыль до налогообложения, и вот, да, совершенно верно, до нее, и все эти разновидности прибыли зависят от того, с какой стороны мы смотрим на результат и какие расходы мы учитываем при расчете этого показателя. Мы сегодня с вами не углубляемся в формирование вот этого многоуровного финансового результата, виды прибыли, мы с вами должны понять, что прибыль это доходы в форме выручки минус расходы, и об этом мы будем говорить сегодня, в общем-то, весь день. Но прежде, все просто, да, доходы и расходы, ну, проще не бывает в форме, с доходами вроде все понятно, но проблема строится в расходах. У предпринимателей часто все варится в одном котле, и все траты и поступления каким образом не фильтруются, не раскладываются по различным корзинам, хотя деньги имеют разную природу появления, поступления в бизнес и ухода из бизнеса. Предприниматель видит только деньги. Давайте посмотрим на эту схему и представим наш бизнес как маршрут из точки А в точку Б. Точка А это точка от желтой стрелочки и точка Б вот в большой букве Р. Смотрите, мы с вами в бизнесе видим только деньги, ну, либо их отсутствие. Мы не можем идентифицировать, что из этих денег прибыль. Мы деньги либо получаем, либо тратим. И для того, чтобы понять, где образуется прибыль, все эти траты и поступления нам нужно каким-то образом классифицировать. И вот о нашем маршруте происходит следующее. Мы задумались сделать инвестиции, открыть бизнес, купить оборудование, сделать какой-то ремонт, выполнить какие-то действия для открытия бизнеса. Это называют инвестиционной деятельностью. Получили минус деньги, потому что оборудование в бизнес пришло, а деньги вы потратили. Но чтобы деньги потратить, минус денег не бывает, мы должны где-то эти деньги получить. И в этом случае мы деньги финансируем. Это либо собственные средства, либо кредиты, либо займы. И у нас уже с вами два вида траты поступления. Инвестиционные траты, в данном случае со знаком минус, и финансовые поступления, в данном случае со знаком плюс. Все это на моей картинке происходит до красного флажка. если мы говорим о стартате и открытии бизнеса. После того, как все подготовлено к работе, бизнес стартует. И только на этом отрезке от красного флажка мы с вами можем говорить о таком понятии как прибыль. Все те виды прибыли, о которых вы говорили, они у нас именно на этом отрезке. От старта и до точки B, которую мы себе наметили. Эта деятельность называется операционной деятельностью. И только здесь есть у нас выручка и расходы. Давайте подведем итог небольшой. Все траты и поступления мы тратим, мы квалифицируем на три вида. Финансовые поступления или финансовая деятельность, инвестиционные траты или инвестиционная деятельность и выручка и расходы или операционная деятельность. То есть при расчете прибыли в расход не будет включаться ваше оборудование. В расход не будут включаться возвраты кредитов и займов, ну, за исключением процентов. Собственно говоря, это то, о чем я вам сейчас сказала. Мы сфокусируемся именно на этом отрезке, после красного флажка, где образуется выручка и расходы. И еще раз зафиксирую ваше внимание, что покупка оборудования, возврат кредитов за исключением процентов к расходам не относятся и в расчете прибыли не участвуют. Даже если вы решите купить какое-то оборудование после красного флажка уже в период операционной деятельности, вы не будете включать эти расходы на покупку оборудования при расчете вашей прибыли. И получается, что прибыль это чисто учетная величина. Она не лежит у вас как горстка денег где-то на расчетном счете или в сейфе. Она носит такой виртуальный характер. И здесь еще важно разобраться с тем, а какие расходы бывают. скажите, пожалуйста, есть вопросы у вас по этой части? Главная мысль, что все деньги делятся на три вида потоков инвестиционные, финансовые и операционные. Прибыль образуется только в операционных потоках в виде выручки и расходов. И к расходам оборудование и возвраты кредитов не относятся. дайте мне, пожалуйста, обратную связь, что меня слышно и понятно, кто о чем сейчас спрашивает. Юлия, все супер. Очень и очень круто. Для цели управления финансами нам важно не просто учитывать расходы, а каким-то образом эти расходы делить. Так вот, бухгалтер делит расходы на прямые и косвенные. У него собственная классификация, которая прописана ему законом о бухгалтерском учете. А вот для целей планирования и управления расходы делятся на постоянные и переменные. И это принципиальный вопрос. Правда, деление расходов на прямые и косвенные также можно применять для целей управления, если у вас, например, какой-то проект. То есть вы ведете бизнес в форме проектного управления, например, делаете ландшафт участка или разрабатываете какую-то разрешительную документацию и у вас каждый продукт является, каждый проект является отдельным продуктом и его себестоимость рассчитывается отдельно. В этом случае бухгалтерский подход уместен. Более того, совмещаются два подхода, но в большинстве бизнесов для целей планирования управления расходы делятся на постоянные и переменные. Разъясни, как делят расходы бухгалтеры. Прямые и косвенные. Прямые это те расходы, которые относятся непосредственно к продукту, а косвенные распределяются между продуктами. Например, мы с вами закладываем формы расходов, ремонт печи для производства круассана в кондитерстве. Такой расход, например, он будет 5000 рублей в месяц. Ремонт профилактический, не экстремный. Эти 5000 рублей будут являться ежемесячным прямым расходом, так как его можно непосредственно отнести к нашим круассанам. А вот зарплата бухгалтера или администратора будет распределяться между продуктами, круассанами и другими какими-то продуктами в этой кондитерстве. А вот так разделят расходы бухгалтера. Управленец поступит иначе. Он разделит расходы на постоянные и переменные. Постоянные расходы условно не зависят от объема продаж. То есть вы их будете тратить независимо от того, есть у вас производство продажи или нет. Вы взяли на себя обязательства и несете эти расходы. Это постоянный фонд оплаты труда, аренда или какие-то другие фонд. Переменные расходы входят непосредственно в продукт и растут прямо пропорционально объему продаж. Их доля условно постоянная. Давайте вернемся к примеру с расходом на ремонт печи в бухгалтерском подходе. В бухгалтерском подходе это прямой расход, а в управленческом подходе он постоянный. Или зарплата бухгалтера. В бухгалтерском подходе расход косвенный, а в управленческом подходе он постоянный. То есть здесь нет прямой взаимосвязи. Или например сырье мука на производство круассана. В бухгалтерском подходе это расход прямой, а в управленческом это переменный расход, который будет расти прямо пропорционально объему. Чем больше круассанов мы им упитаем, тем больше мы тратим сырья, в частности, мы будем. Давайте перейдем теперь непосредственно к кейсу конкретному, для того, чтобы вам было понятно, как же делать эти расчеты. А кейс у нас такой. Кейнговая компания оказывает услуги по уборке, при этом расходы на каждую уборку составляют 300 рублей профессиональное усилие, 50 рублей, расходные материалы, 450, премиальная часть исполнителей. То есть мы продаем услугу, как вы видите, за 1500 рублей и тратим на эту услугу вот три этих вида расходов, 300, 50 и 450. Остальные расходы будут представлены в смете и составляют 234 500 рублей. При этом инвестиции в бизнес, которые, помните, до красного флажка составили 400 тысяч рублей. Это покупка оборудования и ремонт офиса. Ну давайте посмотрим. Инвестиции в бизнес. Вот здесь та же схемка. До красного флажка, до начала нашей деятельности составили 400 тысяч рублей. Мы купили пылесос, две штуки по 65 тысяч рублей, стеклоочиститель и сделали ремонт офиса. Всего мы потратили 400 тысяч рублей. Дальше мы отправили свою кейнговую компанию и у нас начался операционный период. И мы, как управленцы, разделим все наши планируемые расходы на два вида – постоянный и переменный. К постоянным расходам будет относиться аренда офиса, пункт оплаты труда, реклама, логистика, банковское обслуживание, хозяйственные расходы и обслуживание оборудования. 234 500 нам нужно будет тратить, независимо от того, будем мы оказывать услуги клиентам или нет. Я рекомендую вам запомнить уже эти две цифры – 400 тысяч инвестиционных трат на открытие и 234 500 постоянных ежемесячных расходов, которые нам нужно будет тратить из месяца в месяц. Второй вид расходов после красного флажка в операционной деятельности – это переменные расходы клиентовой компании. Мы помним по условию задачи – это профессиональная химия – 300 рублей на услугу, расходные материалы – 50, премиальная часть исполнителей – 450 и всего 800. Когда я давала характеристику постоянным и переменным расходам, я сказала, что переменные расходы имеют постоянную долю в объеме продаж. Это их главное свойство. То есть независимо от того, какой объем услуг вы делали, доля этих расходов на услугу будет всегда постоянной. И в нашем примере, посмотрите, она составляет 53% от выручки за единицу. Красным выделено и показано, как мы это посчитали. 800 рублей стоимость расходов на один, сумма расходов на одну единицу – 1500 – цена нашей одной клиентовой услуги. Для упрощения я выбрала такую модель, что в нашей клиентовой компании оказывается один вид услуг по 1500 рублей. И мы видим, что доля этих переменных расходов составляет 53%. А в абсолютном выражении в деньгах она будет расти прямо пропорционально нашему доходу, нашей выручке. Давайте посмотрим на эти же переменные расходы с точки зрения всего объема реализованных продуктов и услуг. Если нам известны удельные переменные расходы, можно использовать это знание для расчета переменных расходов на весь объем. Вот мы с вами рассчитали, что на одну услугу переменные расходы составляют 53%. В этом и есть особенность этих расходов. Это знание нам помогает делать дальнейшие расчеты. Например, в апреле мы сделали выручку 1,2 млн. Норма переменных расходов составляет 53%. Соответственно, мы можем понимать, что на химию сотрудника по услугам и так далее, на все эти три расхода мы потратили 662.500 и так далее. Находим от каждого объема месячной выручки 53%, получаем сумму переменных расходов. И сейчас мы подошли с вами к еще одному очень важному показателю норма маржинального дохода или маржинальный доход. Вы мне в обратной связи совершенно верно написали, что маржинальный доход – это один из видов прибыли. Он очень близкий по своим свойствам к валовой прибыли, которую вы мне тоже обозначали. И определяется, как разница между выручкой и переменными расходами. Смотрите. Вспоминаем наш отрезок после красного флажка, в котором мы имеем выручку и расходы. Но для расчета маржинального дохода мы берем не все расходы, а только переменные, которые складывались у нас из трех величин – химия, хозяйственные дополнительные расходы и зарплата человеку, оказывающему услуги. Делаем расчет на одну единицу. Полторы тысячи рублей – это цена единицы. Помним, да? Переменные расходы, их сумма на единицу составляла 800 рублей. Тогда удельный маржинальный доход, ну удельный, потому что рассчитывается на единицу, составляет 700 рублей. А давайте найдем его долю в выручке. По такому же принципу, как мы находили с вами долю переменных расходов в выручке. И мы видим, что наши 700 рублей, а именно маржинальный доход, составляет 47% в цене за единицу. Сделаем аналогичный расчет на весь объем продаж января, февраля, марта или любого другого месяца. И видим, что это опять 47%. Обратите внимание, наши 53% переменных расходов и 47% маржинального дохода в сумме составили 100%. Так вот, маржинальный доход, рассчитанный в деньгах, называется маржинальным доходом. А он же, рассчитанный в процентах, называется нормой маржи. Теперь, я уверена, вы сможете применять этот термин совершенно грамотно. И быть уверены, когда вы говорите, в деловом вороте применяете слово «маржа», вы понимаете, что вы классифицируете расходы на постоянные и переменные. И норма маржи – это показатель, связанный с маржинальным доходом. Зафиксирую маржинальный доход. Это разница выручки и переменных расходов. Но у нас остаются еще постоянные. Я возвращаю слайд, на котором были показаны эти постоянные расходы, чтобы вам напомнить, что сумма постоянных расходов составляет 234 500 рублей. И теперь я хочу показать вам первую формулу. Так, секундочку. У меня вопрос, почему мы не учитываем постоянные расходы при расчете маржи? Потому что на этом и основан принцип управленческого учета при делении расходов на постоянные и переменные. Если мы из выручки вычтем переменные расходы, а потом постоянные, мы получим не маржинальный доход, а операционную прибыль, другой вид прибыли. Маржинальный доход – это разница между выручкой и переменными расходами. Смотрите, теперь у нас в руках два очень важных показателя, которые помогут нам рассчитать нашу точку безубыточности. Это смета постоянных расходов. Я вернусь на слайд предыдущий. 234 500. Это те расходы, которые мы делаем ежемесячно, независимо от оборота. И наша норма маржи в предыдущем слайде, которую мы рассчитали двумя способами, и видим, что она составляет 47%. Эти две цифры – сумма постоянных расходов и норма маржи – позволяют нам сделать расчет точки безубыточности. И здесь я выбрала самую простую формулу, самую рабочую, которую можно использовать всегда. Всегда в числителе наша смета постоянных расходов в размере 234 500, а в номинателе наш маржинальный доход, норма маржи – 47%. Вы видите расчет. Мы получаем значение 498 900 рублей. Что же это такое? Это выручка, которая обеспечит нам нелегкую прибыль. То есть подставив формулу постоянные расходы и нормы маржинального дохода, числителе или постоянные расходы, знаменателе нормы маржинального дохода, мы получаем некий показатель. Мы получаем выручку, в нашем случае равную 490 900 рублей, которая обеспечит нам безубыточное состояние, ну или нелевую прибыль. Мы помним, что наши услуги стоили 1500 рублей за единицу. Разделив эту выручку на 1500, мы получаем 332 услуги в месяц. И вот вам первый показатель и первое управленческое решение. Давайте подумаем, а сможем ли мы оказывать эти 332 услуги в месяц при той бизнес-модели, которая заложена в нашей задаче. При том оборудовании, которое мы купили, это было два пылесоса, стеклоочиститель и в общем-то все. При том количестве сотрудников. Фонд оплаты труда у нас составлял 150 тысяч рублей. Ну и плюс оплата за каждую услугу нашим работникам. Проанализировав нашу бизнес-модель, ну мы не можем глубоко здесь с вами провести этот анализ, но проанализировав нашу бизнес-модель, мы можем в общем-то сделать выводы. А правильно ли построена наша бизнес-модель? И ведь 498 тысяч – это лишь безубыточное состояние. И вот вам вторая формула. Очень похожа на предыдущую, но здесь мы уже ставим себе какую-то цель по прибыли. Ведь наша задача работать не в нулевой точке прибыли, а в какой-то существенной. Например, мы хотим зарабатывать прибыль в размере 500 тысяч рублей. Обращаю внимание, ваше прибыль. И наша задача вычислить вот в нашем сценарии, в нашей бизнес-модели, ту выручку, при которой мы сможем получать ту самую прибыль в размере 500 тысяч рублей. В этом случае к числителю добавляется еще один показатель – наша цель по прибыли. И смотрите, формула немножко изменилась. В числителе наши постоянные расходы – 234 500 и прибыль в 500 тысяч рублей. Делим это на 47%. Обращаю внимание, что у меня здесь показан коэффициент, а не процент. То есть в зависимости от того, какое действие вы применяете на калькуляторе, вы можете поставить числителе норму маржи в виде коэффициента, как у меня 0,47, либо в виде процентов – 47%. Никита, может быть, поэтому у вас не получилось? То есть вы сумму 734 500 делите на 47%, либо просто на 0,47, формула коэффициента. И смотрите, вы уже получаете выручку больше, чем полтора миллиона рублей. И это больше, чем тысяча услуг в месяц. Это 30 уборок в месяц, по полторы тысячи в день вам нужно делать, чтобы заработать 500 тысяч рублей. И опять вопрос, а хватит ли вам тех двух пылесосов и одного стеклоочистителя, от которого закладывали в свой бизнес-мобиль. Это вторая реперная точка, на которую можно ориентироваться. Давайте посмотрим три расчета. Первый мы уже сделали. Это цель по операционной прибыли 0. Мы рассчитали ее как выручку, как постоянные расходы, деленные на норму маржинального дохода. Получили наши 490 900, что составило 332 услуги в месяц или 11 услуг ежедневно. То есть эта выручка обеспечит нам нашу нулевую прибыль в нашем сценарии, в нашей бизнес-мобильной. Второй вариант. Цель по операционной прибыли 150 тысяч рублей. Не 500, как в предыдущем расчете, а 150. Подставляем в числитель сумму постоянных расходов, вновь 234 500, 150 тысяч рублей желаемую прибыль. И в номинателе опять наши 47%, либо 0,47, что составляет уже выручку 818 тысяч рублей. А это 545 услуг в месяц или 18 услуг в день. Опять-таки думаем, а хватит ли нам двух пылесосов и одного стеклоочистителя для оказания этих услуг. Ну и с целью по операционной прибыли в 500 тысяч рублей мы уже с вами поработаем. Давайте вспомним. Так, у меня тут вопросик, одна секундочка. Да, Никита, можно будет, конечно. Итак, давайте вспомним, что у нас были наши инвестиции в бизнес, которые мы не принимали в расчете нашей прибыли, потому что это инвестиционные потоки, к операционной деятельности они отношения не имеют, и они составляли у нас 400 тысяч рублей. Наши пресловутые два пылесоса, один стеклоочиститель и ремонт офиса. Заметьте, мы потратили 400 тысяч рублей, но мы не получили в тот период убыток, потому что, когда мы говорим о инвестиционных тратах, мы не говорим вообще о формировании финансового результата или расчета прибыли в убыток. И давайте подумаем, сколько нам нужно работать, чтобы окупить эти 400 тысяч рублей. Ну, если мы будем зарабатывать 150 тысяч рублей, наш промежуточный показатель цели по прибыли. Давайте вернемся. Чтобы окупить 400 тысяч, нам нужно будет работать почти три месяца. Мы с вами уже понимаем, что нам, скорее всего, этих инвестиций будет недостаточно. Нужно будет пересмотреть наши инвестиционные траты и, возможно, структуру покупки нашего оборудования. А теперь я хочу услышать от вас А, вопросы и Б, какие вы управленческие решения могли бы предложить на основании того, что я вам сейчас рассказала. Несколько управленческих решений я вам подсказала. Какие здесь еще могут быть управленческие решения связанные вот с такими показателями? Нулевая точка прибыли – это 332 услуги в месяц или 11 услуг в день. 150 тысяч рублей в месяц прибыли – это 545 услуг в месяц или 18 в день. и 500 тысяч рублей прибыли – это 1041 услуга или 34 услуги в день. Как минимум повысить цены услуг. Да, отлично. Нанять больше сотрудников, купить оборудование. Совершенно верно. Уменьшить издержки. Какие издержки? Мы здесь говорили о расходах, поэтому давайте какие именно издержки уменьшить. Постоянные расходы уменьшить в смете 234 тысячи рублей. Либо, Данил, пожалуйста, ответьте мне, до продажи. А, переменные. Сократите химию, расход на оплату сотруднику. Да, тоже управленческое решение. У нас мало вводных с вами данных, чтобы судить о том, верно оно или нет. Но тем не менее, вы совершенно верно мыслите. Такие управленческие решения имеют место быть. Давайте еще парочку управленческих решений и я... Вложения пересмотреть, ремонт убрать, сумму снизить, да. Увеличить количество оборудования. Просто добавь воды. Ну, тоже замечательная рекомендация. Я думаю, что вы как собственник. Да, хорошо. И теперь жду от вас вопросы. Я подведу итог, что мы сделали с вами сегодня. Покажу вам слайды, которые я оставила вам в презентации для самостоятельного изучения. И жду от вас вопросы по этим инструментам и обратную связь. Насколько они полезны, просты и так далее. Пока подведу итог. Первое, что мы с вами сделали, разделили все траты и поступления на три потока. Финансовый, инвестиционный и операционный. Второй шаг принципиальный, который мы сделали. Мы обсудили, что прибыль образуется только на отрезке операционной деятельности. И тратами являются только расходы. К тратам не относятся ни покупка оборудования, ни ремонт помещения. Даже если вы вдруг решили сделать это именно после красного флажка в отрезке операционной деятельности. Третий шаг. Мы расходы разделили на постоянные и переменные. Так делают управленцы. Это позволило нам найти норму маржинального дохода. А также получить две формулы. Первая формула – получение выручки точки 0, то есть точку безубыточности. И вторая формула – получение выручки желаемой цели по прибыли. Эти формулы как раз сейчас перед вами. Такие простые инструменты. Подборили нам найти три оперные точки и сделать вот уже ряд управленческих решений. И, в общем-то, от этих точек вы можете вполне строить план продаж без убытка. Вы понимаете, от чего вам необходимо отталкиваться, от каких безубыточных продаж и какой цели идти. А также вы можете подкорректировать ваши инвестиционные траты, ну и, соответственно, финансовое поступление для дизаймов, кредитов или собственных средств. Я жду от вас вопросы и обратные следы. Спасибо за спасибо, во-первых, Ирина. Валерий, смотрите. Какие ситуации, вы можете приведите мне пример ситуации, когда каждый раз меняются переменные расходы? Например. И вы должны понимать, что этими инструментами вы можете пользоваться как для планирования и прогнозирования ситуации, да, и потом для расчета уже фактических показателей. Сравнивая фактические показатели с планируемыми, вы можете также принимать управленческие решения. Вот пример. Ремонт мотоцикла. Каждый раз разные ремонты. Это как раз-таки тот вариант, когда будет подходить, скорее всего, способ проектного управления. Вот я сейчас покажу те слайды, которые остаются у вас в качестве дополнительного материала. И там есть задачка с подходом деления расходов на прямые и косвенные, подход бухгалтера, который как раз-таки применяется вот в вашей ситуации. Там мы смотрим просто на рентабельность каждого ремонта и смотрим, покроет ли эта рентабельность наши косвенные расходы. Обязательно загляните на эту страничку, посмотрите эту задачку. Там все очень понятно у меня написано. Какие еще вопросы? Вообще в ваших проектах и в ваших кейсах вы должны стремиться, чтобы у вас были однородные группы товаров с однородными наценками, либо однородными нормами маржинального дохода. Тогда вам легче будет управлять ценообразованием, легче планировать финансы. Естественно, в нашей ситуации это один товар с одним видом наценки, в реальном бизнесе это может быть несколько групп товаров, но делать наценку, как, допустим, в сетевых магазинах, супермаркетах, розничных, там каждый товар может иметь индивидуальную наценку, в малом бизнесе я не рекомендую, потому что вы не сможете пользоваться тогда этими волшебными инструментами и быстро принимать управленческие решения. Жду еще ваши вопросы. Жду вопросы и покажу вам тот дополнительный материал, который остается реклама, реклама в импобизнесе. Хороший вопрос. Спасибо, Данил, за этот вопрос. Вы должны смотреть на характер вообще расходов. Реклама может быть как постоянным расходом, так и переменой. Если мы говорим о таргете и закладываем какую-то стоимость лида, естественно, это будет переменный расход и будет влиять на норму маржинального дохода. Но если у вас есть какой-то рекламный бюджет, например, 20 тысяч рублей, вы держите рекламный бюджет, в который входит, ну, например, СММ-специалист, разработка каких-то там визуалов, креативов, может быть, буклетов, визиток. И вы в рамках этого бюджета ежемесячно крутитесь, плюс-минус на различные статьи расходов. Этот расход будет постоянным. То есть в инфобизнесе реклама может носить как постоянный характер, так и переменную. Я на ваш вопрос ответила, Данил? Отлично. Еще есть вопросы? Мне очень приятно, что вы внимательно меня слушали и задаете правильные вопросы. Это касается тех, кто проследовал. Поэтому если у кого-то они остались, не стесняйтесь, задавайте, давайте их разберем. Постоянные расходы вижу, зарплата, интернет. Что такое интернет 18 тысяч? Переменные электричества при полной загрузке. Есть еще мелкие расходы, маркетинг тоже по-разному. Смотрите, здесь для того, чтобы, во-первых, с электричеством нужно смотреть. Не всегда коммунальные услуги разумно ставить в переменные расходы. Если у вас станок и четко можно сказать, что коммунальные услуги составляют, к примеру, 1% от оборота, то есть на каждое изделие, тогда мы смело относим их к переменным расходам. Если мы все-таки тратим при каких-то трех сценариях средняя, минимальная и максимальная загрузка коммунальные расходы, мы их относим к постоянным расходам, просто рассчитываем разные сценарии нашей загрузки. И тогда у вас будут разные варианты точки безубыточности и так далее. Но с вашими расходами нужно просто внимательно сесть и поработать, и посмотреть на их характер, действительно ли они, те расходы, которые вы относите к переменным, носят вот эту долю переменных расходов фиксированную. И если все разложить по полочкам, то получится правильная, да, я про интернет поняла, получится правильный расчет точки безубыточности. Здесь вопрос принятия и изучения характера понесения этих расходов. Ну еще момент скажу, что, конечно, их называют условно-постоянными и условно-переменными, но вот эта условность все равно дает нам больше бонусов, пренебрежения, да, какими-то моментами и калибровкой, дает нам больше бонусов и инструментов, нежели бы мы делали сложные расчеты по принципу расчета себестоимости, по факту вот этого свершившихся операций. Ну и я перейду, если вопросов больше нет, я перейду к тем, а мне еще остался один момент, мы с вами хотели обсудить кассовые разрывы, что такое кассовые разрывы. Если мы вернемся к нашей схеме, с которой мы сегодня работали, и к нашей задаче, давайте посмотрим. Первое действие, мы понимаем, что нам необходимо делать, ну допустим, мы не пересмотрели наши инвестиции, вот оставляем цифры такими, как они, какие у нас есть задачи. Мы хотим инвестировать в бизнес 400 тысяч рублей. Для этого, ну с подстраховкой берем кредит 500 тысяч рублей. Итак, первое действие, плюс деньги, берем кредит в размере 500 тысяч рублей. Второе действие, тратим 400 тысяч рублей на наши инвестиции до красного флажка. К моменту старта в кассе остается 100 тысяч рублей. К 100 тысячам зарабатываем прибыль, помните, это наш средний расчет, наша желаемая прибыль 150 тысяч. Зарабатываем за какой-то период, ну месяц, 150 тысяч рублей и на конец периода получаем 250. То есть 100, это был остаток на начало старта, заработали 150, получили 250. В нашей ситуации денежный поток на конец периода составил 250 тысяч рублей и кассового разрыва нет. А если бы мы взяли кредит не 500 тысяч, а 400, на момент старта у нас был бы ноль, и мы с вами получили бы убыток. Например, мы не сработали с вами в той же кемеровой прибыли, не сделали бы этих 11 услуг ежедневно, делали бы 9 услуг ежедневно, получили бы за период убыток, и так, на начало был бы ноль, получили бы какой-то минус, например, минус 100 тысяч рублей, и тогда мы получили бы с вами как раз кассовый разрыв минус 100. Вот так это работает. На этом принципе строится второй кит финансовой модели, а именно кэшфлоу. И покажу вам дополнительные материалы, которые я вам даю в этой презентации. Ну, первый – это структура финансовой модели, с левой стороны все, что мы с вами разобрали, это кредиты, займы, инвестиции, расчет прибыли и убытка, и завязываем все это в один узел, получаем кэшфлоу или денежный поток. И третий кит, который добавляется к финансовой модели – это баланс активов и долгов. Это отдельный инструмент, очень полезный для предпринимателей, потому что при помощи этого инструмента можно рассчитывать вашу прибыль, если вы даже не ведете учет в вашем бизнесе. Еще три слайда – это задача, которая демонстрирует разницу подходов бухгалтера и управленца. Вот как раз та задача, о которой я говорила. Как принимает решение бухгалтер, если он берется за принятие управленческих решений или какие-то рекомендации собственники, и как на картину смотрит управленец, посмотрите эту задачку. Здесь же я вам даю шпаргалочку для расчета нормы маржи, три варианта, и шпаргалку, как связаны наценка и норма маржи. В общем-то на этом у меня все. Я думаю, для вечернего обсуждения такой тяжеловесной темы этого будет достаточно. У вас есть уже как минимум два инструмента, при помощи которых вы можете делать управленческие решения. Если есть вопросы, давайте я минутку еще побуду в эфире. С удовольствием на них отвечу. Если нет, встретимся с вами на других вебинарах. Да, друзья, я прошу поблагодарить наших наставников, потому что сегодня вы сделали просто Юлия и Анастасия просто мега-веб. Два часа самой продуктивной работы. Я думаю, давно такого не было у наших ребят. И спасибо вам большое, что вы были с нами на связи. Спасибо нашим участникам, что они тоже были все это время с нами. Ребята, вы крутые. У нас самые лучшие наставники. Я благодарю всех. Запись этого вебинара будет. Сможете пересмотреть, сможете поделиться со знакомыми, сможете еще раз воспользоваться замечательными презентациями. Если вопросов больше нет, я еще раз всех благодарю. Желаю всем замечательного вечера. И думаю, что пора завершать конференцию, потому что завтра у нас с вами новые встречи, завтра у нас с вами новый день. Поэтому всем большое спасибо. Всем отличного вечера. До свидания. До свидания.